приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам про трейд-ин который у нас будет с 15 марта по 22 марта 22 марта в 12 часов дня закончится трейд-ин расскажу вам танчики которые можно сдать по самому выгодному варианту которые мы получили бесплатно в подарок либо выполняя лбз также подскажу вам какие танчики лучше всего взять которые будут посильнее по статистике по имбове в этом трейд-ин уже традиционно можно обменять танки с 50 процентной скидкой 70 процентной а также один к одному какие танчики 8 уровня можно сдать из тех которые мы получили бесплатно не тратя на них никакие не ресурсы не деньги из доступных вариантов только один танк который точно вы получали бесплатно если он у вас есть это британский средний танк 8 уровня химера этот танчик можно получить за лбз он не премиумный он акционный серебро он не фармит кому-то этот танчик может нравиться кому-то нет это уже решайте сами но сто процентов за него не нужно выкладывать не ресурсы не деньги чтобы получить но если мы его зададим то нам зачтется 5 500 золота и мы сможем взять восьмерку за которую заплатим 5 500 то есть 50 процентов скидка у нас получается это лучше если просто взять танк за 11000 золота если вам химера не нужна и она у вас есть если же вам химера нужно она вам нравится хоть она и не фармит серебро то в принципе можно и оставить не самый плохой танк но я допустим не сильно понимаю зачем она нужна ведь можно на ней накататься набить там три отметки и в принципе то уже и не будешь и на ней всю жизнь играть но решайте сами конечно на восьмом уровне есть еще танки которые вы могли получить бесплатно за марафоны вы можете сдать их или танки которые вам не нравятся тут уже решайте сами но единственное стопроцентный бесплатный танк это химера теперь расскажу вам какие танки можно сдать на седьмом уровне которые мы получали бесплатно чтобы получить максимальную выгоду во-первых супер халкет если мы его сдаем то получаем скидку 5 600 золота это даже выгоднее чем сдавать химеру при том что супер халкет нам дарили бесплатно и он учитывается за 70 процентов своей стоимости поэтому дает такую скидку в 5 600 это наверное один из самых выгодных обменов если мы сдаем супер халкет супер халкет тоже не премиумный я считаю что это очень выгодный танк для того чтобы его сдать единственное препятствие это если он вам нравится и вы будете на нем и хотите много играть в таком случае конечно же можете оставить поиграть кто вам запретит следующий танчик который можно сдать это т28 htc но он сдается всего лишь по курсу 50 процентов поэтому скидку он дает 4000 поэтому если мы будем брать восьмерку то доплатить придется 7000 золота сдавая этот танк это пт-шка тоже акционная не премиум на ее можно получить выполняя лбз если она у вас есть и она вам не нужна то в принципе ее можно сдать чтобы получить прям танк 7 или 8 уровня также есть еще т23 е3 очень много лет назад его можно было получить за глобальную карту не знаю сейчас на глобальной карте можно его собрать или нет но когда-то давно я его получал и он у меня бесплатно валялся в ангаре если он вам не нужен то его тоже можно за 50 процентов сдать и получить скидку в 4000 написано что этот танчик премиумный я конечно не проверял но когда я впервые его получал он вроде бы был акционный но я на нем особо-то и не играл и было это очень много лет назад если он у вас до сих пор валяется где-то в ангаре вы тоже как я его получили на глобальной карте и он вам не интересен то тоже есть возможность его сдать за 50 процентов и получить скидку в 4000 золота теперь переходим к шестому уровню что же можно сдать на шестом уровне вк 2801 105 это подарочный танчик его можно сдать и получить скидку в 3000 золота но танчик очень сильный и имбовый я на нем три отметки взял рекомендую сначала на нем наиграться а потом можно уже принципе и сдать но решайте сами у него очень жесткая фуасница танк очень крутой следующий танчик супер чаффи тоже подарочный бесплатный танк это все не премиумные танки поэтому прям какой-то необходимости в них я не вижу его можно тоже сдать за 3000 также еще подарочный т-52 советская лтшка тоже не премиумная и вк 3601 к вк 41 7 с половиной сантиметра тоже подарочный танчик тоже за 3000 все эти танки можно сдать вк 36 я не помню он премиум на или нет также на пятом уровне тоже были подарочные танки к в 1 с механизмом заряжения а также amx 13 fl 11 amx 13 дает всего лишь 2 250 скидку а вот квас дает 3 150 вот мы выяснили какие танки лучше всего сдавать традиционно каждый трейдин добавляют какие-то танчики к обмену один к одному где танчик учитывается на сто процентов и вы можете практически бесплатно выбрать себе танчик на замену в этот раз такие танки добавили как bz 176 skoda t56 type 5 кори е25 и арта 5 уровня левша все эти танки очень редкие сильные имбовые никогда практически не продаются поэтому я не рекомендую их задавать вообще хоть их и добавили к обмену один к одному якобы самый выгодный но эти танки ни в коем случае не рекомендую сдавать конечно вы если захотите вы можете кто помешает но и смешно видеть здесь то опять кори после недавнего ребаланса этого танчика если он вам наверное не зашел можно его на что-то обменять без доплаты не знаю насколько он стал хуже или лучше после ребаланса по статистике среди пт 8 уровня кори на первом месте и после ребаланса отметка у него пошла вниз уже почти на 100 суммарки отметка упала это немного и видим что она падает очень медленно в рандоме я вижу крайне мало практически вообще не вижу тут уже сами решайте насчет опять кори но его тоже практически никогда не продают и незаметно чтобы он прям сразу по статистике провалился вниз он все равно остается на первом месте но самое главное всегда можно найти что сдать а вот что взять и вот здесь самые большие проблемы поскольку раньше в некоторых трейдинах мелькали танки которые прям но явно имба надо брать по-любому сейчас явную имбу какую-то назвать сложно скорее даже невозможно поэтому я перечислю на мой взгляд лучшие танчики которые можно взять но вы в принципе думаете уже надо она вам или нет т-34 тоже неплохой танчик но лучше взять его за боны в боновом магазине в з-121 ft китайская птшка очень крутая с маскировкой с броней с увнами с альфой с дпм все в танке круто кроме одного очень кривая пушка очень плохая стабилизация очень долгое сведение если вам такое не нравится то как бы это не для вас тоже из сильных танков здесь еще есть т-25 пилот 1 но это скорее танчик для статистов поскольку брони мало танчик с маленькой альфой скорее про дпм и на нем нужно прям потеть да и лучше если брать его то за боны мне танчик не сильно понравился пушка немножко кривоватая также можно взять амкс и дисси за боны его не возьмешь поэтому только либо за золото либо в трейдыне танчик для статистов 0 брони огромный но намного приятнее пушка чем у пилота намного быстрее сведения намного лучше дпм и лучше точность набить урон на cdc мне намного проще поскольку он не только намного быстрее ездит но и намного быстрее стреляет да и точность со сведением позволяет чаще пробивать хоть у пилота и пробития намного больше после апа но подкалибер на расстоянии очень много пробития теряет и по сути на расстоянии там пробития не особо то чувствуется разница. Также можно взять еще револьверис. За боны он не продается. Поэтому либо за золото, либо за трейдин. По статистике револьверис тоже очень высоко. Примерно там где пилот почти 3000 суммарки надо, чтобы 3 отметки взять. Повыше чем объект 274А. Но это не сильно быстрая стэшка. Без брони. Большая. Хорошие УВНы. Хорошая альфа. Пробитие тоже подкрутили. Но опять же подкалибер сильно теряет пробитие на расстоянии. Тут чисто и раш от альфы. По сути ему кроме пробития ничего не апнули. Пробитие специальным снарядом и обычным. Но по статистике он очень сильно поднялся. Корнар Вон Экшн Икс. Тоже очень сильно после апа поднялся. Танчик по сути неплохой, но небольшая альфа и не суперская броня. Скорее танчик для задрота. И лучше его брать наверное все таки за боны, чем за золото. Поскольку в боновом магазине он тоже есть. В принципе перечислил более менее все сильные танки. Тут конечно есть еще и ЛТшки. Сенлок и ХВК 30. Но они скорее ЛТшки про урон, нежели про то, чтобы светить. Поэтому играть на них тоже нелегко. Это наверное лучшие танки, которые есть у нас в трейдине. Которые можно взять. Они скорее немного выше среднего, нежели какие-то редкие имбовые. По статистике наверное самые имбовые из тех что я перечислил. Это наверное Корнар Вон Экшн Икс, Револьвер и Т25 Пилот 1. Кстати у Сидиси тоже планка высокая, но там наверное играет на нем полтора статиста. В рандоме их встретить тяжело. Также еще немецкая ПТшка Кэннон Яхтпанзер 105. Французский АМХ СДА 105. И СТРВС1 шведская. У них примерно одинаковая статистика. Чуть ниже ВЗ-120. Но это чисто ПТшки в кустике сидеть и кемперить. Переезжая с куста в куст. Реализовывая свою классную пушку. Больше в принципе ничего. В рандоме их встречишь не часто. Все танки, которые хоть что-то себя представляют. Я перечислил. Можете выбирать на свой вкус и цвет. Когда в трейдыне можно было взять Туртл МК-1. Все было очень просто. Рекомендуешь его и в принципе больше можно ничего не говорить. Сейчас когда нету какой-то явной одной имбы, которую можно взять в трейдыне, приходится выбирать из огромного количества, немного выше среднего танков. Примерно одинаково сбалансированных, но с разным геймплеем. Поэтому я назвал так много танков, которые можно выбрать. С вами был Варчик. Играйте красиво. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем удачного дня и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok